Всем привет, с вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем работать с жакетом, при том достаточно таким шаловливым. И опять я не буду его рисовать с нуля, мы будем использовать этот жакет, который у нас уже отрисован. Это жакет эскиз номер 10, он есть в этом плейлисте, вы можете его найти и детально посмотреть. У меня уже сформированная база и если вы хотите тоже, вы можете его либо отрисовать, либо просто залезть, если вы уже его рисовали и открыть. Можете открыть любой свой жакет, если вам это нравится. И мы сегодня его будем делать такой в стиле поп, в стиле диска, добавлять на него перья. Перья мы с вами тоже уже рисовали, у меня было вот это вот видео, я прикреплю ссылочку, можете его использовать. И нам с вами понадобятся из него вот эти вот штучки. Нам не понадобится ту кисть, которую мы создавали для того, чтобы рядами это делать, да, а понадобятся именно вот такие три перышка, и я их сюда скопирую. Это мы с вами убираем, это нам не нужно. Спиночку мы тоже делать не будем, мы будем делать только вид спереди, уж извините. А этот жакетик мы с вами скопируем для того, чтобы у нас было хорошо наглядно видно, с чего мы начали и чем мы закончили. Конечно же, скорее всего, мы не узнаем нашего начала, нашего конца. Начинаем с деталей. И я начну с того, что разгруппирую мой жакет, уберу с него пуговицы. Последнее время я почему-то отовсюду убираю пуговицы, видимо, тенденция какая-то пошла. Так, уберу с него кармашки. Кармашки мне не нужны. Вот, уберу вот эту всю красоту, не нужна. А вот лацканы мы оставим, но немножечко сейчас мы подкорректируем. Подкорректирую половинку, потом сделаю по ней вторую. Значит, смотрите, я хочу сделать такой полукруглый краешек и очень короткий жакетик. Соответственно, сейчас я его обозначу и одну половинку сделаю, потом вторую просто раззеркалю, так будет намного комфортнее мне работать. Вот, он будет у меня коротенький и прямой. Так, давайте посмотрим. Вот так. Здесь мы с вами откроем. Нам сейчас надо будет спиночку нарисовать, потому что ее будет не хватать. А вот так. Хорошо. Соответственно, вот эту часть надо немножко мне спрямить, потому что она не может быть такой полукруглой, естественно. Но сейчас мы ее спрямим. Вот. Вот так. Коротенький он совсем. Так что линия талии. Привет. Вот так. А вот. Вот эту точку тоже сейчас немножечко поднимем и здесь подкорректируем. Вот. Спиночку отдельно будем рисовать, поэтому она нам сейчас не так принципиально. Так. Вот. Шов уберу с рукава ненужной. На рукаве, на самом деле, у нас вся вакханалья и будет происходить. Это я пока разминаюсь, но мне нужна основная форма красивая, ну, соответствующая моей задумке. Так что сейчас сделаем акцент на ней, а после этого, естественно, продолжим. Мне кажется, эту точку надо убрать вообще. Да. Без нее лучше. Так. Хорошо. Вот так. Во. Значит, смотрите, вот эту часть мы с вами уберем. Ну, потому что нам нужна половинка и нам нужна с вами волноценная спинка. Спинку сейчас нарисуем вот по этой половинке и ее, естественно, туда отзеркалим. Так. Вот так, смотрите, мягенько. Оп. Оп. До середины. Длина у нас вот такая коротенькая и вот такая вот она широкенькая. Так. Не попадаю в уровень, да. Вот. Попала в уровень. Вот. Это будет спинка. В общем-то, к ней особо претензий никаких. Она должна красиво выглядывать из-за двух передних половинок. И, ну, не быть на переднем плане. Но все равно. Вот. Это спина. Смотрите. Спину раззеркаливаем. Центральный шов убирать не буду. Он нам не нужен. Соответственно, спина должна быть в самом-самом низу. Вот она в самый низ у нас и встала. Теперь вот эту часть все вместе выбираем и тоже ее прозеркаливаем сюда. Ну, по-моему, красота была, стала. Рукав. Корректируем. Если чувствуем, что с рукавом беда, то тоже его можно перезеркалить. Но смысл в том, что заново-то мы его не рисуем. А в этом и весь прикол использования базы. У вас сокращается время на рисунок. Потому что, когда вы реально работаете с большими объемами, у вас просто не хватает времени на то, чтобы все перепахивать и все рисовать заново. А когда у вас есть уже база эскизов, то вы вскрываете какой-то эскиз, который более-менее похож на то, что бы вам хотелось. И его правите в ту сторону, в которую вам надо. В этом и вся ценность. Иногда какие-то элементы выдираете, иногда открываете три эскиза и из них собираете один. В этом правильный рукав, в этом правильный карман. Все это собрали, получилась новая моделька. Так, ну вот такая красота у меня получилась. В общем-то, она соответствует моей задумке. А дальше пойдем работать в цвете с перьями. Сама экспериментирую, признаться честно, не знаю 100% что получится, в каком виде. Но эксперимент дело благородное. Так что сейчас мы с вами создадим копию. То есть это для конструктора. Вау! Не все выделила, но поэтому так потащилась. Вот. То есть вот такой эскиз хорошо отдать конструктору. Ну что ты не копируешься-то? Промахиваюсь мемальта, что ли? Вот. А вот этот эскиз уже будет художественным. Нам нужны кисти. Что мы с ними будем делать? Кисти я сейчас положу с вами вот так, горизонтально. Они у меня уже в цвете. Что, в общем-то, прекрасно. Будут они у меня перышками. Так, давайте мы с них снимем цветовую гамму. Прекрасно. Видите, какая цветовая гамма. Теперь каждую из этих штучек. Мы ее заново отрисовывать не будем. Есть видео, там можете посмотреть. И делать мы ее будем объектной кистью. То, что я обычно не делаю, в этом случае и делаю. Обычно я использую узорчатую кисть, а в данном случае объектную. Сейчас мы наши кисточки туда, за объектем. Вот так. Единственное, что я думаю, наверное... Сейчас посмотрим. Как она себя будет вести, эта объектная кисть. Свойства ее посмотрим. Толстовато. Наверное, нужно было с более маленького. Да. Это вот моя ошибка. Ее нужно более-менее приблизить к тому размеру, который мне нужен в употреблении. А то она очень-очень-очень большая. А мне нужны перья приблизительно вот такого размера. Они у меня из плечей будут идти. Вот. Вот так. И еще раз вот эти кисти я удалю. Делает. Ну, или вот сюда просто перетащу. И еще раз создам кисточки, потому что они получились очень большие. А это не дело. Хорошо. И еще одну. Да. Вот они получились у меня. Теперь мы приближаем. А что это вы такие толстенькие-то? У вас там... Похоже, что придется опять переделывать, да? 0,01. Пушинки-то все ваши как? О-о-о. О-о. Так. Ну, бывает. Бывает. Не сразу у меня все срослось. Так. Вот это перышко мне точно нравится. Вот это перо тоже прекрасно. Да и то перо тоже неплохо. Там, правда, размытие вот это есть. Может его... Сейчас разобрать. Вот это вот убрать. Лишнюю часть. Так, это тоже убрать. А вот из этого сделать кисточку. Вот так. Вот теперь хорошо. Нет, не узорчатую. Объектную. Объектную. Настолько привыкла к узорчатым кистям, что автоматически делаю узорчато, забывая, что не нужно объектное. Так. Ну что, давайте мы это пока отодвинем. Стирать не буду. Туда, за край. Теперь будем декорировать наш плечико. Идея у меня следующая, что как будто бы из плеча нашиты туда перышки. Отодвиньтесь. Вот. Сейчас посмотрим, насколько у меня это удачно получится. Рисовать я буду вот так. Мы сейчас попробуем пару-тройку кистей, а потом уже просто нарисую количество нужной мне волосни. И вот так. Так, да. То есть вот здесь я хочу, чтобы у меня шли перья. Так, проверяем. Выбираем нашу с вами кисть. А вот что надо сделать. Так, это понятно. История Ctrl-C, Delete. Блокируем все слои и создаем новый Ctrl-B. Почему такая ерунда? А вот для того, чтобы ничего снизу не цеплялось. Так, проверяем. Да, смотрите, какая красота. Соответственно, рисуем нашу красоту. Долго и упорно, потому что нужно мне их много. Хочу, чтобы они здесь у меня перились все из себя. И разного типа они у меня будут. Поэтому вот перышки. То есть представьте, что вы в этот шов вот сюда нашиваете перья. Вот сколько надо нашить, столько мы с вами и делаем, задавая, соответственно, еще и мы форму. То есть оно же может быть не совсем ровное, да? Оно может немножко волниться там как-то вот так. И это совершенно нормальная история будет. Потому что перышки они не всегда абсолютно ровные. Вот так вот так. Сделали. Выбираем всю эту красоту и применяем туда кисточку. Смотрите, какая прелесть. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем это все сделать. Ctrl-C. Ctrl-B. Что у меня получилось? У меня... Так, подожди. Я просто возьму сейчас вот это все вместе, вот эту всю красоту. Смотрите. И сделаю другой кисточкой. Видите, перышки стали более тонкие. И немножечко их можно вот так оп поджать. Таким образом, произошло некоторое изменение и оно вот сюда вот так вот уже встало и более пушисто смотрится. Эти же штучки я могу еще одной кистью сделать. Сейчас мы их скопируем. Это просто более быстрый способ рисунка, потому что можно, конечно, каждую кисточку вырисовывать, но это очень долго. Вот. И вот такие еще. Такие, такие, такие. Мы их сейчас немножечко вот так растянем, потянем. И знаете, что сделаем? Дадим им немножко непрозрачности. Закинем их на самый задний план и сюда поставим, потому что они такая более разряженная кисть. Вот смотрите, по уровню я вижу, по-моему, очень даже неплохо. Вот такой массив у меня получился. Мы сейчас посмотрим, насколько оно пропорционально, правильно смотрится. Если я пойму, что мне нужно вот его вот так вот потянуть, например, то за счет того, что это все векторное, никаких вопросов у меня не будет. Так, давайте так вот. Компьютер, конечно, начнет сейчас ходить с ума, будет говорить, ты сошла с ума вот эту всю мелкоту делать. Это он любит. Так что будьте к этому готовы, что компьютер вам с поголовки не погладит, не скажет, какая ты умница, какую ты красоту рисуешь. Он будет говорить, что ты, что вы тут намельчили всякой ерунды. Так, перегруз. Теперь главное попасть. Вот, попали. Ну, красота же. Ну, ей-богу, красота получилась. Да? Да? Теперь мы можем открыть с вами жакетик и прекрасным совершенно образом сделать его тоже, например, пудровым. Только немножко такой потеплеет цвет. Нет, мне не нравится. Мне не нравится. Так, вот. Как ерунда. Ну-ка покажите мне отборку. Вот, 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 тут вот где-то, где-то тут, вот. Да? Нет, светлее. Может, темнее? Нет, светлее. Еще светлее, еще светлее, и еще серее. Так. Эть, 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 эть. Где вот этот переход? Вот, 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 вот тут. Да. Ну, в общем, как-то так. Так, это тоже мне нравится этим цветом, а вот подкладочку мы сделаем другим оттенком, потемнее. Нет. Да. Вот. И вот такие вот перышки. Почему-то, по моим ощущениям, сугубо личным. Хочется их сделать побольше. Сейчас мы их как увеличим, как они начнут у нас тут периться во всех местах. Во! Ну, красота же. Сейчас это мы туда отзеркалим. Для того, чтобы оживить эту историю, потому что перья у меня, как видите, все достаточно одного цвета. Так, что там, куда у меня убежало? Почему у меня убежали мои перья? Расскажите мне. Верните их на место. Потому что я не выключила инструмент. Видите? Какое безобразие оформленное. Все, скидываю. Все, 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 все. Так вот. Одну из моих замечательных перышек, а точнее, лучше даже два. Вот одно из них мы сейчас с вами при помощи инструмента перекрасить графический объект сделаем темнее. Прямо так хорошо темнее, чтобы оно отличалось. А вторую сделаем посветлее. Зачем? Потому что получается достаточно такая, ну, однородная масса, а это не здорово. Хотелось бы, чтобы она все-таки как перышки, так пушилась разномерно. Поэтому мы сейчас создадим объектную кисточку из одной штучки, из другой штучки. Вот поэтому я их не стерла, потому что надо сначала посмотреть. Так. И чтобы оно у меня было аккуратно, создам новый слой, все остальные заблокирую. и вот сюда буду рисовать перышки, которые будут мне все это дело оттенять. Смотрите, сначала рисую просто черную, ну, чтобы вы видели, да, как оно происходит. Не сразу перышком, вот так перышко. Вот. Теперь все это вместе выберу, поскольку все остальное заблокировано, никаких проблем не будет. и сделаю их более темными. Видите, как они стали? Вот. Теперь поверх нарисуем еще несколько светлых перышек. Но оно не должно быть прямо вот то, что вот здесь темное, здесь светлое, здесь зеброчка. Нет. То есть мы сейчас их еще перекроем сверху вторым слоем. все будет хорошо. Нарисовали. Сейчас мне компьютер будет говорить спасибо тебе, моя дорогая, как у тебя красиво получается, сколько ты деталек наваяла, какой ужас. Вот. И теперь еще раз сделаем перышки, чтобы они перекрывали друг друга. Ну, то есть, чтобы было ощущение, что их там, ну, прям много. Вот так. Видите, специально перекрываю темные перья по форме. Сделаем их бежевыми. Такими, такими. Вот, вот такими. Вот. Получилась некоторая неравномерность. Видите, как здесь и как здесь. Вот эти могут показаться достаточно грубыми. Это можно поправить достаточно простым способом. То есть, не обязательно их перекрашивать, а можно, например, им дать немножко непрозрачности. Они тогда туда лучше войдут. Получится такая более пестренькая история, что, в общем-то, здорово. Вот все, что мы добавили. Оно у нас на одном слое. Это вот работа со слоями, да, как удобно. И сюда мы их сейчас оп. И шпандорим. Ну вот, вот. Теперь то, что я хотела. Теперь мы можем это все вместе вытащить. Вот эту всю красоту сгруппировать отдельно. Очень рекомендую вам перья сгруппировать отдельно. А уже потом сгруппировать вместе с жакетом. потому что, когда вы внутрь туда полезете, вам это понадобится. Ну и смотрите, что у нас получилось. С чего мы, собственно говоря, начали. И чем закончили. Ну, мне кажется, вообще не угадаешь, да, что мы начали именно с этого такого классического, банального жакета. Этим закончили. Но мне хотелось вам показать, что с одеждой можно работать не только серьезно, не только самые обычные носибельные вещи можно делать, а можно делать и какие-то разные штуки, и перышки, и стразики, и принтики. Ну и вообще это часто именно используется. Так что вот здесь можно там по краешку и стразиков приклеить, если есть желание. Но в моей задумке были только перья. Вот. Они же могут быть тоже на пристежке. Например, там какая-то тесьма на молнии, которая встегивается туда. Ее можно снять и жакет отдать в химчистку. Ну, как пример. Вот такая история. Напишите мне свои комментарии, понравилось вам, какое хулиганство с моей стороны или нет. Готовы вы смотреть на какие-то еще новые интересные вещи? Напишите, какие бы вам было интересно посмотреть. Я обязательно это подготовлю. Все видеоматериалы, которые вам понадобятся для подобного рода изысканий, я всегда поставлю, потому что я все это использовала уже из своих готовых работ. Вот. А на этом все. Не забывайте ставить лайки или дизлайки, подписываться на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok